По своему сценарию складывается судьба вынужденных переселенцев, которые уехали из Украины в Россию. Сейчас на миграционном учете в Саратовской области стоят 8757 украинцев. Первые беженцы прибыли в регион в июле этого года. Перед ними встал вопрос поиска работы и жилья. На сегодняшний день в службы занятости области обратились более 3000 граждан Украины. Как устраиваются на новом месте гости с украинским акцентом в нашем следующем репортаже. И Денис с закрытыми глазами будем просто его передавать друг другу. Это упражнение на доверие помогает кадетам привыкнуть к казарменным условиям школы-интерната. Психолог здесь незаменимый специалист. Недавно на эту вакансию приняли Наталью Власову, вынужденного переселенца из Украины. Я устроилась с сентября месяца на эту работу. Когда мы приехали в Саратов в конце июля, где-то с августа месяца начала поиски работы. Я вышла на министерство образования. Я познакомилась с Виктором Николаевичем, с директором кадетской школы. Ну и вот так я оказалась здесь. Наталья нашла работу по специальности. Она психолог-практик. Работала на кафедре психологии в Луганском национальном университете. Ее саратовская зарплата – 12 тысяч рублей. Но Наталья нашла и приработок. Читает психологию и педагогику будущим географом в СГУ. В кадетской школе свои особенности. Дети скучают по дому, живут по строгому расписанию. И задача психолога – научить их снимать напряжение, расслабляться. Новый опыт психолог сейчас описывает в научной статье об адаптации пятиклассников. Для меня новая, конечно, специфика, потому что здесь одни мальчишки. Но единственное, что мне облегчает, у меня у самой два сына. Поэтому, наверное, как-то в большей степени такой внутренний мир мальчишек мне понять легче, наверное, чем девчонок. Но опыт в этом плане материнства есть. Принял коллектив хорошо. Все хорошо, все замечательно. Конечно, были какие-то опасения, потому что человек из такой сложной обстановки прибыл. Из зоны, так сказать, конфликта. Но при ближайшем знакомстве я понял, что это человек, именно тот, который должен быть в школе, именно тот, который справится. Она внесла, разнообразила формы и методы работы с детьми. Например, одна из таких форм, как сказки читать детям. Это очень интересно. Наталья нашла здесь не только работу, но и жилье. Руководство школы выделило ей с сыном комнату в одном из корпусов, где обычно ночуют приехавшие издалека родители кадетов. Здесь тепло, светло, есть телевизор и личная кухня. Это варенье мне угостили в социальном центре, беженцы тоже. В общем, мы контакт друг с другом поддерживаем. Наталья с ностальгией вспоминает своих соотечественников и первый адрес в Саратове. Пункт временного размещения в заводском районе. Говорит, там очень помогли с поиском работы. В общей сложности в Саратовской области трудоустроено более двух тысяч граждан Украины. Это более половины от числа всех трудоспособных гостей. В Саратове нашли работу 550 человек. Структура вакансий, предлагаемых работодателями, разнообразна. Это от помощника руководителя до разнорабочего. Заработные платы предлагают от минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Переселенцам предложили работу 88 предприятий Саратова. Самое большое количество вакансий выставили водоканал, служба благоустройства города и однокрупная мебельная фабрика. Ее предложение особенно в цене, потому что там украинцам предлагают еще и место в общежитии.